С нами на связи Лукаш Адамский, польский историк и политолог, заместитель директора Центра диалога имени Юлия Уша Мирошевского. Хотел бы начать разговор с нашей вчерашней топ-темы. Агентство внутренней безопасности Польши ликвидировало шпионскую сеть, которая работала на Россию, должна была осуществить подготовку к диверсионной деятельности в Польше. Они устанавливали, как мы сейчас сказали, скрытые камеры, которые фиксировали движение поездов в разных частях Польши. Как Вы считаете, сколько еще таких диверсантов может быть на территории страны и насколько они опасны? Я боюсь, что еще могут быть. За информацией, которые я сегодня поступал, видно, что это были, скорее всего, граждане Беларуси. В Польше очень много беларусов, которые приехали сюда в частности после силового подавления протестов в 2020 году. Ну и возможно просто среди них российские спецслужбы набирают новых сотрудников, которые должны заниматься не так сложными вещами, как установка камер. Абсолютно понятно, что Россия и российские спецслужбы очень интересны тем, какая техника поступает из Польши в Украину, как часто эти транспорты идут. То есть просто вся эта информация, она бесценна для страны агрессора. Ну и поэтому я боюсь, что конечно таких инцидентов еще, ну такие инциденты еще тут будут. Ну, с другой стороны, пока я хочу подчеркнуть, что уже больше года война длится. И мне кажется, что польские спецслужбы тут работают довольно оперативно, потому что не было никаких препятствий с поставкой техники в Украине. И не было никаких конфликтов тоже с украинскими беженцами. И вообще, ну, не было ничего такого, чем могла бы быть заинтересована Россия. Ну вот на входе этого знакового, знаете, задержания появилась еще одна важная новость. Президент Польши Анжей Дуда в среду встретился вот с директором Центрального разведывательного управления США Уильямом Бернсом. Об этом сообщила канцелярия польского президента. Вот президент Анжей Дуда встретился с президентском дворце с директором Центрального разведывательного управления. И дискуссии касались текущей ситуации в области безопасности, так говорится в сообщении. Вот сегодня США понимают, что восточный фланг НАТО фактически атакует российская разведка. Абсолютно. Они это понимают. И понимали и раньше. То есть Польша является той страной, через которую... Из-за того, что тут идет больше всего поставок вооружения и больше всего, ну, всякой другой помощи, то мы просто только теоретически в этой войне не участвуем. Формально, а практически вся страна очень сильно вовлечена в эту войну по стороне Украины. И за то, возможно, существует угроза и для Польши, и Россия тоже этим интересует. СССР, которая сейчас, ну, вообще началась война, ну, в частности уже в последние недели, когда президент Байден был в Киеве, сейчас уже так, СССР так сильно связали свой престиж, лично престиж президента Байдена с сопротивлением Украины и с перспективами победы над Россией, что, ну, это естественно и повышает роль Польши и повышает тоже внимание к Польши, которую, которую удаляют российские службы. И поэтому тоже президент Дуда абсолютно правильно делает, что встречается с все-таки очень влиятельным и важным представителем администрации США. Ну, и понятно, почему вот россияне так напрягаются, да, вот из последних новостей. Было о том, что Жечь Посполита сообщала, что премьер-министр Польши, Матюш Моровецкий, заявлял, что передача Украине истребителя МиГ-29, вот, может состояться в течение следующих четырех-шести недель. В рамках международной коалиции ранее президент Анджея Дуда говорил, что, вот я процитирую, мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно. И вот последняя новость пресс-конференция президента Польши Анджея Дуда, и он сказал следующее, в ближайшие дни передадим четыре самолета, и в течение года постепенно передадим остальные. Как вам эта информация? Я могу только радоваться. Впрочем, хочу отметить, что Польша предлагала даже в марте прошлого года уже поставку своих МиГов, но при одном условии, что это не будет за счет самой безопасности Польши, то есть западные союзники Польши, которые компенсируют Польше передачу этих МиГов. То есть в рамках коалиции, чтобы это было, вот как раз о чем идет речь. Да, в рамках коалиции и при условии, что Польша воздушная оборона не будет страдать от этого, то есть то, что Польша получит какие-то другие самолеты. Но сейчас оказывается, что... Польша, конечно, и заказала F-35 и имеет перспективы довольно быстро получить другие самолеты. Ну и оказалось, что в часе этих МиГов, которые в Польши были, ну они... Все таки надо уже сейчас передать Украине, потому что война имеет свою dynamику. А Россия оказалась все таки... Ну, с полской перспективы, судя с того, что мы видели в прошлом году, то Россия оказалась гораздо менее подготовлена к этой войне и слабее, чем год назад мы думали. И таким образом сейчас уже не ощущается такая прямая угроза безопасности самой Польши, да? Ну, как бы то там, скажем, росынского удара или росынского нападения. Ну и поэтому, и поэтому, и поэтому Польша передает эти МиГи. Конечно, это будет в рамках коалиции. Другие страны тоже будут передавать. И мы все тут держим, ну, держим кулаки, чтобы въездное контрнаступление украинских вооруженных сил было успешным. Ну и как можно больше стараемся этому помочь, потому что это понимаем, что то, что в какой-то мере наша война, что возможно поражение или, по крайней мере, принужение Украины каким-то территориальным уступкам. Такой вариант, ну, не кажется, особо вероятным. Ну, и поносу его тоже, и случайно взял. Ну, если бы такой негативный вариант был реализован, то тогда это был бы тоже очень сильный удар по полской безопасности. Вообще мир был бы гораздо менее безопасный. И поэтому Польша, полские элиты, впрочем, и оппозиция, и правительство абсолютно делают все, чтобы Украина эту войну выиграла. Ну и поэтому и поставляем вооружение и МиГи. Вы знаете, вот и у Польши очень хорошая историческая память. И вот то, о чем мы сейчас говорим, о том, что Россия может нацеливаться и на Польшу, мы хорошо помним, что ведь часть Польши после третьего разбора в 1795 году целых 123 года была оккупирована Россией, в том числе и Варшава. Ну и до сих пор многим там в России не дает покоя чудо над Вислой, когда поляки вместе с армией УНР остановили наступление российских коммунистических войск. А вот помните, как историк тогда в приказе Тухачевского была такая фраза «Через труп белой Польши лежит путь к мировому пожару». Вот тогда поляки с украинцами очень хорошо потушили этого пожарника. Но не дает ведь им Польша покоя и до сегодня, так ведь? Ну в какой-то мере да. Я бы сказал еще больше, потому что если бы посмотреть на все эти войны, которые в истории Польша имела с Россией, и в Корее всего в час лично это была Россия Пусполита с московским царством, таких войн было 14, то практически все они были... Если не принимать во внимание вопроса урза Дмитрия в начале 17-го века, то все эти войны, это были войны, в которой агрессором была Россия. И Польша иногда в этих войнах выигрывала, ну хотя бы там за Степана Баттория, за Зигмунта Старова, и за Пиусуцкого в 20-м году иногда проигрывала. Ну потеряла независимость на 123 года. Понимаете, это такая историческая память, она присутствует у польских элит, конечно, у населения в народе. И она тоже сейчас является таким положительным, положительным знаком, потому что она облегчает польским политикам поддержку Украины. Она облегчает объяснение самым Польакам, почему они должны рисковать и почему за счет польских налогоплательщиков надо помагать украинским беженцам, надо поставить вооружение в Украине, потому что именно это историческая память. У России тоже она кстати есть, а не считая, что Польша была всегда главным препятствием для построения русского мира. Вчера или позавчера, даже Путин говорил, что вообще украинский национализм выдумали Поляки. Это конечно довольно абстурдное утверждение, но оно показывает, что и в российском сознании Польша занимает место такого исторического крупного противника России. Поэтому сейчас есть интерес со стороны Российской Федерации и их службы, то, что не к Украине, а к Польше. Ну и поэтому мы тут, так как я уже несколько раз в течение этого разговора сказал, мы в Польше воспринимаем эту войну. Посмотрите, как это было бы нападение на Польшу. Посмотрите, потому что мы помним, что раньше мы жили в одном доме, сейчас мы хорошие соседи, но когда брать и сестер нападает Москаль, то это такой стимул для общей поддержки для Украины. Знаете, наверное, сейчас, когда многие поляки, особенно в возрасте, смотрят вот эти кадры в Буче, смотрят кадры в захваченных Россией городах, они, наверное, вспоминают историю своих семей. Ведь когда та же Российская империя, когда она захватывала Польшу, то во многих семьях были такие же случаи, когда людей просто высылали, отправляли и в Казахстан поляков, отправляли и в Сибирь. То есть поляки перенесли очень много того, что перенесли украинцы тогда и переносят сейчас. Это очень, вот именно как-то так, знаете, может быть семейно близко каждому поляку. Они знают, что это такое. И когда, кстати, говорят о том, что, ну, многие там политики, скажем, не будем называть, говорят, что пусть Украина отдаст часть территории, но только будет пусть мир. Вот поляки прекрасно знают, что такое отдать часть территории, какой мир может быть. Правда ведь? Ну, правда. И если весь мир был подчасен преступлением в Буче, да, то есть в предместке Киева, по сути, то я хочу напомнить, что в полской исторической памяти, а также в памяти Литовцев, Беларусцев, возможно, и сейчас опять в Украинце, в Существо, например, Резня в Праге. Прага это было такое предместо Варшавы в 1794 году. И когда войска Суворово шли на Варшаву, они просто вырезали цивильное гражданское население Праги. Там погибло по разным оценкам от 5 до 18 тысяч просто месяцев. Это район Прага в Варшаве, да? Да, да. Прага в Варшаве это сейчас правобережная часть Варшавы. Но так как тут немного наоборот, чем в Киеве. В Киеве есть левый берег, а правый берег это исторический центр. А в Варшаве наоборот, потому что висло течет на север, а не на юг. То есть тут была своеобразная Буча тогда, да, вот в те времена? Да, но и аккатынские преступления. Да, расстреляны 20 тысяч офицеров польских. А потом еще Советский Союз говорил, что это вымысл польского правительства, что Советы расстреляли. И вообще это клевета. Но и сейчас ведь они говорят, что в Буче это инсценировка. Ведь тот же самый сценарий. Ничего не меняется. И так дальше они говорили, что в 43-м году польское правительство в Лондоне оно фашистское. Потому что пошел наш говор с фашистской Германии в клевете против Советского Союза. Ну и вот эту реторику нацистское правительство Украины они сейчас употребляют. Так что просто этих исторических аналогий очень много. И это даже поражает, как сильно Россия... Нацистское правительство России, да, наверное, вы ошиблись. Знаете, Россия это тоталитарное государство. Нацистское, я бы сказал, и сталинское, и еще другое. Я бы, скорее всего, сторонник говорить о том, что путинизм это такая современная форма тоталитаризма. Это что-то другое, чем нацизм или сталинизм. Но в любом случае это тоталитаризм и амирзительный режим. После падения Берлинской стены, вот, знаете, была большая надежда на то, что наконец-то вот все стены рухнут, и все люди будут жить в мире. Вот философ Укаяма говорил о конце истории. Вот сегодня приходится строить новые стены, да, снова. И мы помним, как Польшу атаковали со стороны Беларуси нелегальные мигранты. Это была часть гибридной войны против Польши. И сколько понадобилось усилий, чтобы защитить страну? И вот в июле Польша завершила строительство стены длиной 185 километров с Беларусью, отделив демократию фактически от лукашенковской диктатуры. А что вот со стеной с Россией? Ну, эта стена будет строиться. Пока, знаете, то постройка такой стены, это большие деньги. И в первую очередь надо было строить на полско-беларусской границе, потому что именно там, с лета 2021 года, была такая очень напраженная ситуация. Лукашенко пригласил разных беженцев и потом их старался перейти в Польшу. По сути, это была такая гибридная агрессия. И сейчас эта стена, эта стена от стороны Беларуси, она полностью, уже так как вы сказали, построена. Сам ее видел месяц назад. Ну и Польша будет строить такую стену и от стороны калининградской области, потому что, потому что именно, мы имеем двоих таких соседей, так как и Украина, да? То есть Польша это единственная страна НАТО, которая имеет границу и с Украиной, и с Беларуси, и с Россией. Все таки надеемся, что эта стена, по крайней мере, на полско-беларусской границе, она будет временная. И что через несколько лет можно будет ее снять, а Беларусь будет демократической страной, которая будет таким звеном, которая будет связывать Украину и баутыльские государства. То есть она, она выйдет из-под этого российского влияния. Но пока там у власти преступник очень сильно связан с Россией, то надо обеспечивать свою безопасность и таким образом, как постройка стены. Хотя, в принципе, такая стена, она вредна даже для экологии, для животных, которые не могут свободно перемешаться. Поэтому мы надеемся, что это все-таки будет временная мера. Вы знаете, часть гибридной войны, это война информационная. Давайте посмотрим небольшой фрагмент российского фейка, в котором обещали заморозить и заморить голодом Европу. Да, вот я попрошу поставить видео наших режиссеров. Вот для тех, кто не видел этот шедевр русской мысли, я хочу прокомментировать. Это вот Рождество, как они считают, 22-го года. В Европе нет совершенно никакого света, и домашнего питомца, вот хомячка, в семье заставляют крутить динамо-машину, чтобы получить свет для елки. И вот мы сейчас видим, да, как вот люди радуются, сидят, хомячок крутит такую динамо-машину, вот, а в доме появляется свет. И вот показывают следующее Рождество, когда уже замерзая, в холодной квартире семья ест вот того же хомяка, да, потому что кушать на самом деле больше нечего. Вот вы, как европеец, что скажете о таком шедевре? Ведь та же Польша, она не только не замерзла без кровавого российского газа, она еще и обогрела миллионы украинцев ведь? Ну, конечно, ну, я, может, наше суставо, что не только я европеец, вы тоже европеец, да, то есть европея, это не только ЕС. Ну, а этот фейк, знаете, иногда русское влияние в странах ЕС может быть таким довольно подступным, потому что они не хотят прямо как бы склонять людей, чтобы поверили в российскую версию причин войны, а они хотят вызывать просто сомнение. Действительно ли Украина права, действительно ли, например, Варшава, польское правительство правы. Ну, в том случае, который вы показали, то есть в случае этого фильма, ну, я себе задаю такой абсолютно очевидный вопрос, а кого они хотят убедить? Ну, польское население, ну, это полна чушь, то есть нет никаких отключений света в Варшаве, нет никаких в Польше, нет никаких проблем с теплом. Польша имеет современный газопорт в Швиноуище, в городе Швиноуище. Да, и, кстати, вот мы хотели сказать, 11 марта впервые ведь вот газовоз Лех Кочинский доставил в терминал вот в Варшавеще, да, партию в 70 тысяч тонн сжиженного природного газа из США, это путь к энергетической независимости страны, абсолютно без всякого российского газа, так? Да, 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 так что просто тут Польша в случае энергетической безопасности, ну, в отличие, например, от Германии, которая так сильно сделала себя зависимой от российского газа, что там действительно возникли проблемы. Ну, в Польше этих проблем нет. Так что я задаю себе вопрос, ну, кого хочет, кого хочет российская пропаганда убедить такими фильмами, такими роликами? Европейцев нет, потому что даже в тех странах, где возможно возникли какие-то опасения по поводу того, ну, не будет ли перерыва в электричестве, но пока этого не было, зима была теплая, то есть, Европейцев они не убедят тем. Тех российских противников Путина, не так уже многочисленных, к сожалению, то есть, скорее всего, тоже не убедят. Но в свое население возможно. Ну, да, вы правы, они знаете, как они, как говорят, сначала придумывают фейки, потом их активно показывают, транслируют, а потом сами начинают в эти фейки верить. Спасибо вам большое за эту очень интересную, познавательную беседу, в том числе историческую. Мы вспомнили очень много исторических фактов, которые вот объединяют наши страны. Благодарю вас. Лукаш Адамский, польский историк и политолог, заместитель директора Центра диалога имени Юлиуша Мирошевского. Спасибо большое.